Перед нами гостиница Вилла Елена. Гостиница была построена в 1912 году архитектором Львом Николаевичем Шаповаловым в стиле модерн для саратовского купца Тихомирова. После установления советской власти в Ялте 14 января 1918 года исполнительный комитет исполком Совета рабочих и солдатских депутатов располагался в бывшей гостинице Вилла Елена, куда он перешел из здания Старого народного дома. Здесь же с января по апрель 1918 года размещались первый Ялтинский ревком и штаб красногвардейских отрядов, а также большевистский партийный комитет и комиссариаты финансов, труда по электричеству и квартирам. На третьем этаже виллы Елена помещались комиссии по организации рабочего контроля. Председателем Совета рабочих и солдатских депутатов, а также председателем ревкома был Игнатенко Василий Андреевич. Ревком – это революционный комитет. Ревкомы в годы Гражданской войны были временными советскими чрезвычайными органами власти. Ревкомы создавались на основании распоряжений местных советов, партийных организаций и реввоенсоветов фронтов. Ревкомы наделялись широкими полномочиями, сосредотачивая в своих руках всю полноту военной и политической власти. При помощи ревкомов была проведена национализация промышленности, транспорта, банков, конфискация помещичьих хозяйств. Совет приступил к конфискации помещичьих земель, национализации царских и великокняжеских дворцов, вилл богачей, доходных домов, крупных предприятий и банков. Одним из первых декретов Совета рабочих и солдатских депутатов стал декрет об обложении ялтинской буржуазии контрибуцией в размере 20 миллионов рублей. Было сделано распоряжение по всем банкам снять с текущих счетов буржуазии все суммы, превышающие 10 тысяч рублей, и перечислить их на текущий счет ревкома, открытый в Народном банке 21 марта 1918 года. Штабом Красной Армии был издан указ о привлечении буржуазии к трудовой повинности. Созданные большевиками домовые комитеты определяли размеры квартирной платы по принципу классовой справедливости и предоставляли лучшее жилье для трудящихся. Переселили рабочих и городскую бедноту в особняки и виллы богачи. Ялтинский совет принимал энергичные меры к обеспечению населения продовольствием. Введена нормированная выдача продуктов. Для улучшения продовольственного положения усадебные земли аристократии и крупной буржуазии были использованы под рабочие огороды. Большое внимание совет уделял просвещению трудящих с организацией новой советской школы. В Ялте начали работать солдатский университет, народный университет, солдатский политтехникум, в которых бесплатно обучались рабочие и солдаты. Новая власть принимала экстренные меры по охране памятников культуры, искусства, музеев и библиотек. 22 марта 1918 года на первом учредительном съезде советов, ревкомов и земельных комитетов Таврической губернии была создана Советская Социалистическая Республика Тавриды в составе РСФСР. На съезде также был сформирован Центральный Исполнительный Комитет во главе с Жаном Миллером и Совет народных комиссаров Таврической Советской Социалистической Республики, председателем которого был избран Антон Иосифович Слуцкий. В течение февраля-апреля 1918 года в собственность Таврической Республики перешли железнодорожный транспорт, торговый флот, многие предприятия, банки, связь, внешняя торговля, леса, крупные имения, имущество церковных и религиозных общин, гостиницы, постоялые дворы и меблированные комнаты, театры, кинематографы, часть типографии были конфискованы крупные земельные угодья и национализирована промышленность. На фасаде здания в 1953 году была установлена мемориальная доска, на которой было указано, что в этом здании в январе-апреле 1918 года размещались Ривком и штаб Красной Гвардии города Ялта. Эта мемориальная доска исчезла после реконструкции здания в 2007 году.